Урвало последнее. Вкусно? Это единственный способ попасть в Вирпазар. Дороги забиты людьми, машинами, автобусами. Я такого давно не видела. Принесли мне педвенчик. Вижу, раздают пончики, надо брать. Написано организатором, значит, бесплатно. Помни мою доброту еще раз. А сколько помнить надо? Блин, тут столько еды, мы на праздник приехали. А где Гума? Гума горяченькая прыганица. Горячий, да. Горячий прыганица. А что, можно брать? Давай. Вживели. Вживели. Очки даже сниму. Хороший завтрак. Берем мед очень вкусный, вообще невероятный. Да, вкусный. Он гречкой такой отдает. Класс. Он как гречаный. 16 евро это дорого или нет? Как думаешь? Так не хотел, а так не хотел. За мои деньги две? Да, конечно. Я говорю, там деньги. Две нам мало. Можешь? Так, на тебе малькатурку. Это развод. Не едьте в Верпазар. Не едьте в Верпазар, да. Тут свои деньги заставляют тратить. Музыка. 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 Принесли мне медвенчик. Кумы. Ну как тебе наши праздники? Что? Хорошо. Сейчас поедим, станет еще лучше. Да, должно стать лучше. Параводы пошли. Музыка. 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 Попробуем оливку. Музыка. Соленая. Соленая. Такая ух. Под винише хорошо. Сейчас найду другарецу. Я, честно, в феврале еще гранаты не ела. Сладкие. Они обычно уже все плохие. А этот человек, знаете, как их сохранил? Все они спрятал. Как лед, знаешь, хранят. так что купили гранат ах пахнет вкусно ракейку надо уже не вино ракейка нужно понимаешь ну что ж приехали мы в деревню комарно захожу в заброшенную школу и вот бабулечка встретилась говорит уже лет как 20 школы не работает добр до кровь паут 2 годами до катастрофа а вот кадны ради школа колику 20 уже года как два школа выглядит в таком плачевном состоянии знаешь что тут было интересно избирательный участок тут был крыша ой тоже дырявая проваливается подо мной вы конечно удивитесь что я за пять минут третий раз меняю одежду но ребят ну холодно февраль месяц но вы знаете зима нас не останавливает мы идем на один из панорамных пиков будем любоваться с кадарским озером надеюсь дойдем называется он комараштик тропа не маркирована начинается вот из этой деревне комарно где-то вот за этими домиками уходы туда дальше будем пробираться через кусты идти по скалам но надеюсь будет легко приятно и интересно и красиво пошли инжир ли а там будет хорошая деревня надо брать как говорится покупаем недвижимость табличка в начале деревня есть желтенькая обещает что нам эти минут сорок пять полтора километра поднялись наверх а тут так тепло красиво и смотрите зелено все в мху а еще андрюхе подарок нашла андрюха идея тебя украшу бушами чин гачкук люди здесь когда-то жили из камня построена выложена где-то лесенка где-то просто вот чтобы мы видели что тропинка пусть не маркирована красными стрелочками кружками да но зато очень хорошо можно распознать где тебе идти она должна нас привезти в деревню раздоль и абсолютно брошенная деревня есть ощущение что тут была жизнь недавно вижу каменный забор под моими ногами что-то типа гумна я не знаю это действительно люди как-то складывали так камни или это природные гумно каменные такие круги где они любили заседать общаться танцевать но и дальше вот тропинка нас ведет в деревню старую абсолютно уже не жилую хотя на тропе встречаются к куле коровьи значит кто-то пасет животное здесь есть вот такие террасы зеленые и вот ради этих террас когда-то люди здесь и создали деревню что увидели есть земля трава плодородное место было где пасти скот но дома почему они разрушены землетрясение 79 года я так понимаю положила конец этой деревне в общем каменные домики посыпались а не значит вот этот бутыль понравился мне вот нравится другой бутыль вот этот наверх на холм конечно тропа не промаркирована ни на одну из карт промаркирована на соседний маленький холмик но вы знаете я смотрю налево-направо и нахожу видно что люди ходят вот смотрите видно тоненькая пропиночка среди крови вот так вот я ее и нашла сама как тебе подъемчик есть две вещи которых я боюсь в горах а это высоты у меня страшная фобия и типа обрывом где-нибудь я не хожу обычно и б я ненавижу скалолазание а именно этим мы занимаемся последние пять минут поэтому ребят она каша охеренно красиво но очень страшно ноги подгибаются завтра беру себе выходной буду лежать в форме звездочки фух ребят мы забрались конечно это не 45 минут как они обещают может быть и полтора километра но идти немножко тяжело в конце поскольку скалистый такой холм разметки нет тропу надо искать глазами но посмотрите какой у нас потом подарок в итоге полностью видно все скадарское озеро и на его большую открытую части на живописные заливы аж голова кружится очень красивый сегодня день ясное небо горы в снегу кайф вы знаете что вот с этой стороны где мы сейчас находимся 50 островов скадарском озере а вот со стороны за моей спиной где албания там ни одного острова а мы спускаемся с холма комараштик ближайшую деревню поселяне ее украшает шикарный водопад и в летнюю жару я советую в нем освежиться для меня эта деревня главная архитектурная изюминка на скадарском озере когда-то здесь работала 14 водяных мельниц и кормила пол страны говорят что самой старой мельнице 300 лет но сегодня они не работают начинаем идти к водопаду красная метка с дороги смотрите восстановили мельницу но повесили такой толстый замок а так хотелось посмотреть данчик вот этот мужчина в красных штанах живет здесь постоянно со своей семьей у него тут козы куры оказывается этого свинья раньше я просто не видела да тут осталось жить всего несколько человек мы увидели двух ослов тут есть козочки курочки как видите собачка бегает ну а раньше здесь жила достаточно много людей и деревня жила благодаря мельница за моей спиной ветеруины мне никто не отвечает одна паутина тут осталось а когда-то здесь проходила вода с того самого водопада и каждый дом а их было тут 14 это дом мельница на местном языке их называют воденица люди приезжали сюда кто на ослах кто на чунах и такие лодки длинные по скадарскому озеру плавали а вот и до 70-х годов прошлого года эта деревня жила этим старым ремеслом мололи зерно на муку почему же это все пропало всему виной конечно индустриализация промышленность мука стала появляться по дешевой цене в каждом магазине тебе не надо было выращивать самостоятельно зерно куда-то его носить возить ждать сутками своей очереди на мельнице а вот поэтому поселян эта функция исчезла пес ну что поплывем с тобой я видела такие старые кадры как местные женщины брали огромные ведра и плыли по воде знаете зачем за водой за пресной питьевой водой то есть оказывается они вот с этой реки не пили воду не знаю почему что там такое в ней проходит или вы что-то выкидывали и они ездили на какой-то чистый источник именно зимой когда река разливалась озеро поднималось плыли по реке ну а летом в засуху ходили пешком я не была здесь год или два и вижу что за это время появился новый свежий дом как по мне это не очень хорошо что меняется архитектура мне больше нравятся вот эти каменные домики старые с оранжевой черепицей хотя понимаю что жить в них конечно не комфортно смотри какое весло старая класс офигеть я куда-то уплываю плывем назад аутентичная архитектура шикарный водопад фруктовые деревья вокруг ослики ну и просто красиво природа потрясающий причем сюда можно попасть и весной зимой и летом в общем а главное не не в дождь а вот а если взять с собой каяк сапта можно и поплавать это по это а